здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня 9 апреля сегодня очень напряженный день на рынке нефти было заседание опек плюс россия отказалась снижать добычу потому что но есть американцы которые в общем то не входят в опек плюс что вызвало резкое падение цен на нефть и соответственно там доллар подорожал к рублю и так далее вот цены на нефть падали до 25 долларов и тут трамп начал уже немножечко беспокоиться потому что это привело ну к тому что нефтяные компании сша который является в общем то сейчас главным производ добытчиком нефти в мире начинают банкротиться потому что сланцевая нефть по себестоимости намного выше чем нефть из россии и саудовской аравии саудовской аравии самая дешевая по себестоимости нефть это известно мы знаем что в основном добывают нефть в америке в штате техас основной как бы нефтяной штат и техасские производители нефти сказали что они готовы в общем то снизить что они как-то готовы пойти на уступки вот и уже вот созывается встреча она была назначена на 9 апреля опек плюсы плюсы все остальные страны сша канада крупнейшие нефтедобывающие страны готовы были подключиться к сегодняшней встрече опек плюсы плюс америка и плюс вообще все вот когда об этом начали говорить но в конце марта была назначена встреча вот это опек плюс плюс собственно говоря резко взлетели цены на нефть когда они уже опускались до 22 они вдруг резко взлетели до 26 потом когда все конкретно уже вроде сказать договоренности они взлетали до 35 но собственно говоря на когда уже встреча была назначена когда уже все идет вот ближе к этой встрече то есть всего-то неделя вот прошедшая которая была и вдруг трампу за три дня до этой встречи заявляет что в общем то блин эти что америка против всяких картелей америка за свободную рыночную ценообразование поэтому америка еще неизвестно будет ли а он говорит так на ребята давайте вы там сокращайте а у нас свободный рынок поэтому вы сокращайте сами вот но блин ну я вот читаю просто волосы дыбом встают от того что пишет трамп вот у сша много опций на случай если рф и саудовской аравии не захотят сократить добычу нефти сша могут ввести санкции против россии для стабилизации рынка нефти то есть трамп говорит что мы все управляем рыночными методами но при этом значит ну то есть мы не можем участвовать ни в каких сговорах по ограничению добычи специальной то есть как бы все регулирует рынок ну блин товарищ дорогой дональд ты что хотел то и получил именно это и сделала россия 6 марта она сказала не будем мы не будем мы сокращать добычу искусственно пусть рынок отрегулирует и все станет на свои места но когда рынок начал регулировать трамп говорит слушайте ребята вы там сокращайте а мы рыночники вот и трамп трамп который говорит что вот мы за рынок мы за свободный рынок при этом говорит а мы против россии санкции ведем а мы против саудовской аравии тоже значит нажмем и так далее вот что он пишет сша вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти она там уже сокращаться начинает но автоматически рыночные методы действуют вот у сша много опций на случай если рэфи саудовской аравии них они захотят сократить добычу сша намеренно добиваться роста цен на нефть угрозами введения пошлин ну то есть абсолютно не рыночными методами но ребята что вы хотите то и получите на самом деле вот но добыча нефти сша уже упала вот все по дарвину вот вот так россия и саудовская аравия тем не менее 9 апреля то есть сегодня обсудят пути перед перимирия в нефтяной войне сейчас рынок успокоит даже совместные заявления о необходимости то есть что будет сегодня я не знаю на самом деле то есть на сегодня назначена встреча опек плюс там россия и саудовская аравия вот но завтра совещание по нефти стран j20 то есть крупнейших экономик мира и трамп использует ну абсолютно не рыночные механизмы он сказать и давление 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 использует но собственно говоря насколько это будет действовать не известно россия может сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день это соответственно но россия подтвердила но опять же они говорят что если туда подключится америка если не подключится то все это может быть сорвано все будет очень очень интересно вот сейчас нефть торгуется 33 97 она может как скакнуть вверх до там 36 или до 38 так и грохнуться вниз до 25 если все будет сорвано но америка очень жестко давит и на саудовскую аравию она говорит а мы тогда возьмем и перестанем защищать ваши нефтяные объекты и пускай их разбомбят ну крайне интересный день вот вообще дни которые сейчас происходит что я делаю в это время но на рынке нефти вот посмотрите вот она сейчас начинает немножечко падать 5-минутный график вот ну опять же это ни о чем смотрите контанга 33 88 35 79 почти 2 доллара в сторону повышения ну вот мы видим что она прямо сейчас сейчас 11 30 в общем то начинает потихонечку опускаться ну вряд ли это будет намного посмотрим что у меня по нефти посмотрите вот такая стратегия у меня вот обновить данные валюте вот так ну вот посмотреть опционной стратегии если нефть опустится до 33 я в плюсе если нефть опустится до 32 я в ну если будет ниже опускаться то соответственно мой плюс будет снижаться и мне надо будет что-то делать если продолжение в сторону роста то небольшое понижение а потом ну в космос вот но это вот синяя линия эта линия ну кто закончил курс по опционам кто его прошел люди уже знают что это такое это внутренняя стоимость на самом деле играет роль не только внутренняя стоимость но и временная стоимость а временная стоимость вот она эта красная линия то есть все в совокупности то есть сейчас если договорятся если нефть будет расти то красная линия у меня будет вариационную маржу увеличивать а если будет падать то красная линия будет уменьшать вариационную маржу и самое интересное произойдет как вот последние дни перед экспирацией потому что сейчас у меня постоянно вроде как опускается 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 вариационная маржа и она будет опускаться это не вирус это просто сухой воздух вот она будет опускаться буквально вот посмотрите да вот 22 числа посмотрите ну вот она уже начинает подниматься вроде как вот голубая линия это промежуточные результаты вот если нефть будет то будет ну повышаться вот 22 потом 23 потом 24 посмотрите то есть вот самое интересное происходит на последние дни что будет в последние дни поэтому сейчас просто загадывать рано все самое интересное будет на последней неделе но мы держим позиции я вот держу позиции я как-то ими управляю но пока вот держусь так чтобы по опционной стратегии я вот был на верху и собственно вот к этому все склоняется теперь давайте посмотрим что по индексу ртс ой он начал падать вот аналогичная штука по индексу ртс но здесь все еще интереснее вот она вершина это 450 тысяч рублей если на момент 16 апреля индекс ртс будет сто десять тысяч у меня то есть и вот сейчас он понижается мне по идее ну должно быть хорошо но на самом деле если мы смотрим на красную линию то опять же вариационная маржа у меня вроде как снижается но она вот посмотрите как начнет она увеличиваться двенадцатая это воскресенье значит смотрите 13 голубая линия вот ничего не меняется 14 напоминаю экспирация 16 числа 14 вот немножечко голубая начинает двигаться 15 посмотрите как интересно работает вот уже начинает двигаться а 16 она вот с этой сольется то есть все остальное буквально в последний день будет происходить и все это зависит еще от волатильности тут много всяких факторов очень очень интересных любопытных поэтому в этом о всем надо разбираться и управлять этими опционами но вы видите что здесь можно заработать ну вот совершенно колоссальные деньги вот они вот 450 тысяч рублей и и я надеюсь что ну к этому все придет то то есть как бы вот вот в этом узком диапазоне вот в принципе ну вот она от там 50 тысяч до 450 тысяч будет варьироваться моя прибыль но если уходит дальше в диапазон то есть если индекс ртс либо сильно падает либо сильно растет то до 16 числа я повторяю на следующей неделе уже все будет самое интересное можно заработать до четырехсот пятидесяти тысяч рублей сколько вложено но там примерно столько же и вложено на самом деле поэтому до 100 процентов можно заработать если десять процентов делать в принципе это достаточно легко можно делать с опционными стратегиями так построить я думаю что в будущем я буду немножечко по ну менее агрессивно вести вот эту вот торговлю следите за моими действиями ну а если кто хочет освоить то курс по опционам на сайте демитков юр . ком ссылочку как всегда вы увидите там либо там ну в общем переходите на сегодня все спасибо за внимание будем наблюдать за рынком оставайтесь на моем канале до встречи с вами был демитков юрий от решена